Здравствуйте, товарищи зрители! Слабость, утомление, упадок силы – это беда 21 века. Если у вас нет сил, слабость, утомлений уже утром, слушайте это видео особенно внимательно. И вы узнаете, во-первых, почему, а во-вторых, как вернуть силы и энергию, и это возможно. И еще одна тема этого видео – как связаны между собой усталость и лишний вес. Первое и главное – это понять истинную причину упадка сил. Этим видео я раскрою все причины. Сначала о главном расскажу, а потом в конце – о других причинах и как поправить дело. Итак, к самой сути. Вначале только скажу то, что все, о чем я буду рассказывать, я на все на это оставлю ссылки под этим видео в описании. Снижение функции митохондрии – вот главная причина. И вообще это главная причина – старение организма. И почти все хронические заболевания начинаются именно с нарушения функции митохондрии. Сейчас эта тема модная, но дело-то в сути, и я вам сейчас быстро и очень просто поясню, в чем тут дело. А дело тут, да, именно в митохондриях – это наши энергостанции каждой клетки организма. Плохая работа митохондрии, их вялость – это и есть главная причина недомоганий, слабости, апатии и набора лишнего веса. Именно митохондрии переводят сахара и жиры в конечную энергию, нужную всем клеткам нашего организма. Главный враг митохондрии – это избыток питания. Эта проблема начинается тогда, когда то, что человек съедает за день, не расходуется в полной мере. А энергия не может просто куда-то деться. Она переходит постепенно в жир. Но когда энергии приходят слишком много, больше, чем тратит организм, происходит повреждение митохондрии. Ну, это как короткое замыкание в батарейках. Они просто перегорают. Их митохондрий становится постепенно меньше, и они еще живые становятся слабее, и меньше вырабатывают энергии. Есть даже такой термин – спящие митохондрии. Если мало тратится энергии, нет активной физической работы, а еда привычная, как вчера, да еще и побольше, и почаще, вредные перекусы, еда вечером, то образуется очень много электронов, протонов не хватает, образуются реактивные соединения кислорода, это свободные радикалы, и они начинают разрушать митохондрии и сами клетки. Тогда постепенно снижаются защитные силы организма, расходуется быстрожизненный ресурс человека, ну и человек начинает жиреть. В редких случаях, при определенных болезнях и при наличии некоторых паразитов, вроде ленточных червей, ну таких как бычий цепень, широкий лентец, крупных, больших, иногда люди начинают худеть, а в основном толстеть. Повреждаясь, митохондрии перестают нормально и достаточно вырабатывать АТФ. Главная энергия – одна зентрифосфорная кислота. Тогда со временем энергии вырабатывается все меньше, и у людей возникает, и далее всегда уже присутствует вялость, слабость, упадок сил уже с утра. Что же делать? Ну, все очень просто. Некоторым выполнить трудно, да большинство просто это не понимают, а может быть и стали бы выполнять, изменили бы что-то в своей жизни. Так вот, надо просто уменьшить приход калорий из пищи, энергии и увеличить расход энергии, то есть активной физической работой, трудом. Другого не дано, иначе дело не поправить, иначе и далее будет слабость, болезни, пузо и более ранняя смерть. Надо потреблять водородную воду для нейтрализации лишних электронов и свободных радикалов. Важен баланс прихода и расхода. Если у вас излишний вес, жир, бока, там живот, то приход энергии с пищей должен быть временно меньше расхода. Тогда постепенно будет снижение излишней жировой массы тела, поскольку энергия будет браться из запаса жира. А пока энергии к вам в организм приходит и так много, больше, чем организм тратит, как организм расщепит жиры, чтобы получить энергию? Смысла нет. Наоборот, еще больше будет этой энергии, калорий запасаться в жировой ткани. Но это я подробно все объяснял в моих лекциях про инсулино-резистентность, сахар, там это целый цикл. Вы посмотрите, я ссылку на плейлист этот оставлю в описании под этим видео. Посмотрите, я там прям все пошагово объяснил, как эти процессы происходят. Голодание для активации митохондрий тоже очень важно, и это работает на все 100. Ну а при излишнем питании ради пуза растет в крови глюкоза, далее вслед за ним растет инсулин. Инсулин постепенно уже не может провести глюкозу в клетку для траты энергии. Ну и так возникает метаболический синдром, а далее диабет второго типа. Растет жировая ткань. Кстати, я оставлю вам ссылку на лекцию мою по митохондриям. Ну а возраст все идет, и он работает, дорогие товарищи, не на нас. Так вот не упускайте время его не вернуть. Потенциал жизни не расходуйте быстро, впустую, быстрее положенного от природы. А теперь самое главное. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут, и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Не могу об этом не сказать, так как я ложь и глупость ненавижу. Дураки говорят, ну сколько положено, и любят еще добавлять богом, например, или судьбой. Ну столько, мол, и проживешь, что не делай. Дурь полная, жуткая. Вы себе кладете, вы положено у них. Да, есть определенный процент на всякие там случайности, непредвиденности, проблемы, не зависящие от вас, и на то, что люди не понимают. Но вот для примера, уменьшите поступление энергии с пищей, а расход с физической работой увеличите, и что тогда будет? А как бы вы не хотели, но пузо, условно говоря, будет уменьшаться, то есть это истина. А у вас будет больше энергии, появятся силы, и вы дольше проживете, так как больные и вялые проживут меньше, чем здоровые и бодрые. И это вы себе положили, или не положили, ничего не изменив, а не бог. А можно положить на себя, что вы и делаете, и тогда ничего не изменится. Так и будете плыть по течению вниз, в пропасть к водопаду. Вот так люди и кладут на себя. А бред этот, что ничего от нас не зависит, как бог даст, это все для дешевого самооправдания и самоуспокоения. Мол, бог положил сколько. Это подло и низко. Ты сам лучше не плашай. Как вот пословица на бога, надейся, а сам не плашай, а? А если ничего не делать, то ты себе и дал эту судьбу сам. Итак, жир можно убрать только уменьшением прихода энергии и увеличением ее расхода, расхода энергии. Физическим трудом работай. Стоит применять для пробуждения спящих вялых митохондрий интервальное питание 6-18, видео о нем у меня было, вести активную физическую работу, пусть даже спорт там домашний, что называется, на беговой дорожке там, неважно. Надо убрать все сладкое из рациона питания, больше есть зелени. Принимать натуральные БАДы, без которых в наши дни нормально не прожить, потому что дефицит тотальных питательных веществ в продуктах. Так вот, БАДы, которые активируют работу митохондрий. Коэнзим-Ку-10, магний, бетаин, аминопротеин, Т8-экстра, дегидрокварцетин, глутатион, цинк. Ссылки на эти натуральные препараты БАДы, если хотите, я вам оставлю под этим видео. Кофе, не пейте ни в коем случае, и прочие энергетики, это стимуляторы. Они окончательно разрушают резервы организма и не дают энергию, а только отбирают последнюю энергию из резервов организма. Надо естественным путем, а не стимуляторами, оздоравливать организм. Теперь я расскажу про все главные причины упадка сил. Слушайте. Первое. Усталость надпочечников. Из-за адаптации к постоянным стрессам, страхам, возникает глюконеогенез со всеми вытекающими негативными последствиями. Что делать? Применять витамин В1 и магний. Магний вот этот 4 в 1. Второе. Плохой сон. Но он часто бывает из-за высокого гормона кортизола. И при дефиците внимания опять-таки магния. Искусственный свет истощают запасы мелатонина, что тоже плохо и ухудшает сон. Принимать необходимо витамин Д3 и витамин К2. Третье. Хронические инфекционные болезни. А также бактерии типа сперохеты. Ну и конечно простейшие вроде лямбли. Или разные паразиты, то есть глисты. Вот это все приводит к истощению организма, упадку сил, нулевой энергии. Обязательно 2 раза в год проходите антипаразитарную программу. Недавно у меня вышел цикл из 3 видео, состоящих от А до Я. Все по паразитам. Посмотрите обязательно ссылки на эти 3 части паразита. Первая часть, вторая, третья я вам оставлю под этим видео. Четвертая причина, недостаточная концентрация желудочного сока и плохое переваривание пищи, как следствие. Необходим яблочный натуральный гостовский уксус. Вот этот, ссылку дам. Принимать по одной столовой ложке на одну треть стакана теплой воды перед каждым приемом пищи за 5-7 минут. И на ночь. Ну то же самое, на стакан только воды. Видео про него у меня было. Почему, зачем так надо принимать, говорить сейчас не буду. Плюс потребляйте бетаин, обязательно. Так вот, вместе с яблочным уксусом его стоит принимать перед каждым приемом пищи. Пятая причина. Дефициты витамина В12, железа, магния и калия. Обязательно принимайте спирулину, органическую, био. Ну и то, что я перечислил выше, по ссылкам оставлю. Ну и шестая причина. Инсулино-резистентность. Конечно, это главная причина плохой работы митохондрии. Это главная причина уничтожения, убийства митохондрии. Это все от высокоуглеводистой диеты, от перекусов, от избытка калорий, от еды на ночь, от еды сладкого. О чем я уже много раз говорил, и у меня более 20, если не 30 видео на тему сахара, инсулина, глюкозы есть на моем канале. Ссылку на этот плейлист, раздел, в котором вот эти видео все про сахар, инсулина и так далее, я оставлю вам. Это самое главное, что вам надо знать. Это вот прям ключ к спасению. Так вот, итак, подведем итоги, что главное уменьшить получение из пищи энергии и увеличить расход энергии. Тогда вы раскачаете спящие митохондрии. Голод вам в этом тоже поможет, ну хотя бы интервальное голодание. Потому что, когда пища не поступает в организм, организм как бы залатывает дыры. Те проблемы, которые не мог решить, когда, ну что называется, боролся с едой. Ну переваривать пищу надо, на это уходят сотни ферментов, энергия, силы. Ну и до хронических проблем у организма, что называется, руки не доходят. Вот чтобы дошли, нужно временно не есть. Хотя бы интервальное голодание, так называемое, правильно сказать, это интервальное питание, как норма жизни, не есть после 16.00. Видео об этом у меня было, оставлю ссылку. И, конечно, вот эти пункты, где надо учесть. Хороший сон, чтобы был, отсутствие стрессов, ну по возможности, по максимуму. Тогда эффективность будет лучше, выше и быстрее. Результат. Восстановить нормальную работу ЖКТ. Ну, все то, о чем я говорил. Надеюсь, вам видео это понравилось. Самую главную идею, мысль, суть, истину, ну вот без чего невозможно поправить это дело и вернуть силу, энергию. И избавиться от лишней жировой массы, которая, конечно, является для организма страшным балластом и сокращением жизни. Вот без этого не справиться никак, что бы вы ни делали. А если это делать, справитесь точно, если, конечно, будете добавлять и другие пункты, нюансы, о которых я говорил. Тогда дело пойдет быстрее, лучше. Ну и, как говорится, результат увидите просто ярче и быстрее. Вот это тоже важно. Ну и, конечно, помните, что при дефиците питательных веществ не могут правильно проходить те или иные биохимические реакции. И поэтому, ну вот это тоже истощение организма. Соответственно, и организм себя в порядок привести не может уже. Или не может, по крайней мере, так быстро и эффективно. Все, что нужно, я пояснил. Жду ваши обязательно комментарии. Не поленитесь. Чем больше комментариев, тем лучше будет продвигаться этот ролик. Это ваша минимальная хотя бы благодарность будет за мое видео, за мою вообще информацию. Ну и ссылки смотрите в описании под этим видео, что я вам оставил обязательно. Все, до свидания.